здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков продолжаем наши лекции по невроза мегаполиса тревожнофобическим расстройством по многочисленным просьбам моих клиентов и зрителей все уже наверное слышали многие концепции представлены предыдущих роликах хотели какой-то все конкретики хотят все хотят детализации терапевтичности вот я попробую сегодня снять вам терапевтический ролик отвечающий на многие вопросы которые мне задают структурируем мы сегодня работу нашу с вами таким образом первое я хочу рассказать о том очень частом заблуждении о симптоме возьмем следующий пример я буду показывать всякими фигурками которыми под рукой здесь да не обращайте на это внимание сильного метафорического просто вот то что стояла сейчас здесь я буду этим показывать смотрите в чем проблема для более наглядности я возьму пример какого-то человека вот представьте себе человек просыпается утром завтракает или идет по улице и вдруг у него возникает вот эта баночка это будет вегетативный симптом и вдруг у него возникает вегетативный симптом например тахикардия или ком в горле затем смотрите что происходит когда у вас возник вегетативный симптом вы делаете следующим образом вы говорите есть ком в горле или есть тахикардия нехватка воздуха и начинаете придумывать себе факторы в которых вы находитесь ну например вы что-то съели померили давление посмотрели на давление окружающей среды вспомнили что допустим в чем вы одеты или холодно или жарко или закрытое помещение или не очень то есть запоминайте первая ошибка и самое главное когда у вас возникает вегетативный симптом вы его связываете с какими-то обстоятельствами которые вам действительно кажутся логичными ну например мне стало так плохо потому что я была в метро а там нету воздуха или мне стало так плохо после еды или мне так стало плохо потому что я жарко или холодно или мне стало плохо потому что я померила давление увидела что она повышена именно из-за этого давления мне стало так плохо или у меня нашли блокаду левые ножки пучка гиса поэтому у меня случилось тахикардия а теперь запоминайте что на самом деле ваши вегетативные симптомы которые случились в какой-то момент не связаны не с погодой не с давлением не с температурой не с пространством в котором вы находитесь вот это первая ошибка которую вы должны нивелировать и запомнить ваша тахикардия ком в горле нехватка воздуха и прочие вегетативные подчеркиваю симптомы являются вашими внутренними неосознанными эмоциями каким-то конкретным обстоятельством жизни которые вы на самом деле которым вы не отдаете такого пристального значения вам кажется у меня ком в горле у меня тахикардия потому что жарко потому что душно потому что это это и это и это вас путает это вас безумно путает поэтому такое количество безумных ошибок в интернете в sd и двоеточие и тысячи вариантов потому что человеческая логика находит тысяча как вам кажется логических причин почему у вас возникли вегетативные симптомы погода и венера в меркурии и так далее но именно поэтому никогда и никто не найдет терапию этих симптомов потому что с тысячи вариантов как вам кажется из-за этого и ничего не лечатся запомните ваши вегетативные симптомы связаны исключительно с вашим внутренним эмоциональным состоянием искать причину в теле бесполезно лечить ваше тело бесполезно пока вы не поймете истинную причину эмоционального фона который вызвал ком в горле или тахикардия ну маленький пример ком в горле это метафора подавленных слов подавленных слез и чувство несвободы если у кого-то есть этот симптом задумайтесь второй момент вторая ошибка что происходит дальше смотрите у вас возникли какие-то вегетативные симптомы вам показалось что это из-за там погоды давление там и так далее и тому подобное вы в этой философии абсолютно уверены а потом вы начинаете определенным образом обрастать следующие проблемы вы говорите а надо походить по врачам надо засунуть себе колоноскоп 15 раз в анальное отверстие надо походить по врачам по многим врачам пообследоваться почитать про это и вы полностью вот так сосредоточены на поиске в себе какой-то болезни и на наличие вегетативного симптома вы об этом думаете вы об этом говорите вы об этом полностью в это погружены это и есть защитные психологические механизмы потому что на самом деле проблема из-за которой это все началось кроется в реальном секторе вашей жизни это какие-то отношения с мужем женой с детьми с родителями с деньгами с учебой карьерой личным успехом и вместо того чтобы посмотреть лицом в эти проблемы выгодите как тут все нерешаемо как тут все плохо и говорит делайте вот так джук ага у меня же сейчас болезнь то вот неизведанно зверюшка дай-ка я этим вот себе вот так вот жизнь то поморочу до 50 до потому что вот сюда повернуться вы не можете то есть еще раз есть реальные проблемы от которых вы тупо отворачиваетесь и поворачиваетесь лицом к вашему вегетативному и навязчивому поведению изучая этот вопрос эта история остается незавершенной и вы пытаетесь многогодично решить эту проблему а бутылки пустые потому что если вы снимаете один симптом появится другой симптом почему те с позволения сказать психотерапевты которые говорят вот у тебя есть паническая атака и у тебя есть какая-то страх вот это убери и у тебя все будет хорошо в твоей жизни это терапия я терапевт слышу происходит защитные механизмы огромны паническая атака и навязчивости не являются причиной проблемы причиной проблемы являются определенные отношения обстоятельства в реальной сфере с которых вы переключились если даже предположим что вы убрали паническую атаку или какую-то навязчивость на их место придут другие защитные механизмы потому что вы убрали паническую атаку навязчивость сказать спасибо большое повернулись лицом к реальности сказали ух и там тарарам ну его нафиг дай-ка чем новенькое придумаю себе и дальше все происходит поэтому пока ваш терапевт не найдет вместе с вами первое эту самую причину и не научит вас с этой причиной работать никакие терапии панических атак и уж тем более всд которые терапии вообще не существует не будет приносить вам никакого конкретного облегчения теперь что такое внутренний конфликт вот в этой метафоре почему вы отворачиваетесь от реальных проблем и поворачиваетесь лицом защитным фобиям навязчивостью и об этом думаете потому что решать проблемы с этой конкретной истории с мужем женой с деньгами вы не можете почему потому что тут возникает противоречие я не могу это решить и не себе говорить я не могу развестись с мужем и я не знаю как с этим быть потому что у вас голове то что происходит с мужем имеет только одну тактику интерпретации естественно однобокое мышление не дает вам никакого никакой способностей принимать решение выгодите все плохо все ужасно и это недопустимо это апокалиптично это катастрофа вот если у вас такое мышление на эту ситуацию вы попали и попали надолго что делает ваш покорный слуга и психотерапия в частности когнитивно-поведенческая и когнитивно-аналитическая и метод системы управления эмоциями алексея красиков вы делаете таким образом вы начинаете на эту ситуацию смотреть вот так и у вас уже разрабатываются тактики гораздо более разнообразной к этой самой ситуации и вы видите вообще-то эта ситуация не такая уж и критичная и вообще я могу так 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 и так и вообще-то знаете алексей юрьевич я выбираю вот этот вот способ решения вопроса а потом вы говорите ой а где симптом а я вам говорю а симптом тебе уже не нужен его и не будет потому что нету вот этого внутреннего напряжения запоминайте внутреннее напряжение как вегетативное так и навязчивое будет работать до тех пор пока вы отворачиваетесь от реальных проблем и и не можете их решить первое что мы делаем наши с вами терапии это понимаем это подвигаем сторону поворачиваем кукушку к реальному сектору вашей проблемы и конкретно по каждой проблеме понимаем как эти проблемы можно решать новым способом реагирования многогранным способом и тогда никаких внутренних противоречий барений у вас не будет и вам не нужны будут никакие психотерапевты вот так это выглядит я надеюсь что вы поняли для себя ваши типичные ошибки и поняли что работать с панической атакой с агорофобией и со всем этим пустым вегетативным и навязчивым бредом бесполезно есть техники которые работают симптоматикой но все эти техники направлены лишь на понимание сути этих защитных механизмов что они безопасны что они нелепы именно поэтому такие нелепые страхи никто еще от этого не умер и с ума не сошел и моя задача повернуть вас отсюда вот сюда чтобы вы увидели правду чтобы вы увидели правду а какая правда ваша жизнь от чего ты отворачиваешься какие у тебя какая у тебя правда с мужем какая у тебя правда с работой какая у тебя правда с деньгами какая у тебя правда с твоей женой А какая у тебя правда с твоей карьерой и работой? И когда ты будешь способен в нашей с тобой терапии увидеть правду Посмотреть этой правде в глаза И сказать, вообще-то я действительно не вижу здесь выхода Потому что я понимаю эту ситуацию только так Пока мы с тобой на эту ситуацию не научимся смотреть вот так Ты будешь вечно в напряжении А это напряжение создаст сначала вегетативное напряжение Которого ты испугаешься А потом возникнут всевозможные навязчивости и поведение Которая задачей будет, это есть функция симптома Уводить тебя от этой правды в навязчивые симптомы изучения своей болезни Только чтобы не видеть правду Потому что ты ни хрена не знаешь, как с ней справиться И моя задача сделать так Чтобы ты посмотрел правде в глаза И научился с ней справляться Почему у людей происходит вот такое Однобокая Тактическая Проблема Объясню Важный момент Запоминайте формулу Есть детство В котором формируется ваше убеждение о себе Ну, например Что вы какой-то плохой Вас нельзя любить И вообще вы тупой и глупый Затем у ребенка формируется стратегия Я докажу, что я не тупой И я докажу, что я не глупый А затем у ребенка формируется тактика Чем отличается тактика от стратегии? Тактика это что? Стратегия как? У ребенка формируется стратегия И, к сожалению, вот тут и есть невроз Потому что иметь определенное детство – это обстоятельство Иметь убеждение из-за этих обстоятельств детства – это естественно Допустим, в таких обстоятельств детства у ребенка сформировалось убеждение, что он Его нельзя любить или что он какой-то глупый Это логично По-другому из-за этого детства быть не могло Затем у ребенка формируется стратегия Что тоже логично и естественно Я докажу, что я не олень Что я не тупой И что меня вообще-то есть за что любить Мама, папа, меня есть за что любить А не мою сестру, брата там Или вообще там меня Есть за что любить И это естественно Тут нет невроза никакого еще Невроз возникает тогда Когда у этого ребенка формируется одна полярная тактика поведения Я докажу, что меня можно любить, не совершая ошибку Я докажу, что меня можно любить, только будучи миллионером Я докажу, что меня можно любить, только так или так И когда в его реальной жизни Эти тактики Однобокая тактика, она одна Резко встречает противодействие жизненными обстоятельствами И возникает тот самый внутренний конфликт От которого вы отворачиваетесь Сначала вегетативное, а потом в навязчивое поведение Соответственно Моя задача Понять, какую тактику выбрал ваш внутренний ребенок когда-то И сделать ваши тактики Гораздо более эффективны Гораздо более разнообразны Поэтому система называется управление и эмоциями, и результатом Потому что Разрабатывая тактическое и стратегическое поведение в вашей жизни Вы никогда, какие бы ситуации ни случились Не будете трактовать эти ситуации Как метафору безвыходности и угла И все И вы будете решать эти проблемы Никто не говорит, что у вас не будет эмоций Когда вы попадете в какую-то ситуацию Вы скажете, да, действительно Обидно, досадно Неприятно Я озабочен этой проблемой Это действительно неприятная ситуация Но я знаю, что из этой ситуации можно выходить так, так, так и так Может быть я покажусь для кого-то глупым, смешным Кого-то я, возможно, обижу Кому-то я не понравлюсь Но эта ситуация решима И всякое в жизни бывает А если тот самый ребенок, имея тактику Я докажу, что я не тупой Случается какая-то ситуация Он реагирует на эту ситуацию так Он говорит, что это значит, что я тупой Я не должен быть тупым Караул, как же быть Поднимается внутреннее напряжение Формируются защитные механизмы Которые отворачивают его внимание От действительной проблемы На мнимые фантазии и иллюзии Он идет на форумы В эту бредятину И много лет Изучает вегетативные симптомы Связь ВСД и остеохондроза Связь ВСД и левой ножки пучка гиса ВСД и творога, и ветра ВСД и завтрака, и ночи И цикла сна И вот тут он выплевывает зубы в стакан Понимает, что ему 60 И он всю жизнь прозанимался полный Потому что на самом деле Он тупо не мог решать проблемы В своей жизни И моя задача Вот эту штуку убрать Повернуть вас головой сюда И сказать Чувак Вообще-то Если ты хочешь быть эффективным Давай смотреть Объективно на эти проблемы И это и есть Моя работа с вами И работа психотерапии Красиков Алексея Невроза Мегаполиса Увидимся